Предлагаю вашему вниманию вторую серию. Москва из окна автомобиля. Сейчас снимет крышку с объектива и картинка будет нормальная. Я просто не обрезаю, чтобы потом не было смещения комментариев к реальной картинке. Неудачно получилось в первой серии, я думаю с пониманием отнесетесь. Работают дворники. Нужно догадаться по характерному звуку. Наконец-то догадался снять. Дождик накрапывает. Звук немножко уберу, чтобы разговор в салоне автомобиля не мешал. Только что передали по телевизору жуткой аварии под Чебаркулем на федеральной трассе. Автомобиль из ингушеки и микроавтобус стал разворачиваться и не пропустил фуру. В результате двое погибших и трое доставлены в больницу. Вот у меня всегда возникают вопросы к тем водителям, которые таким образом поступают. Он должен был пропустить фуру, а затем завершить маневр. Но видать посчитал, что он самый главный на дороге и результат трагический. Всегда когда на трассе, где бы то ни было, вы заблудились или потеряли ориентировку, то возьмите вправо, встаньте на обочине, разберитесь, где находитесь. То есть определите свое место и затем уже выберите время, обстановку, когда никому не мешаете. Если нужно развернуться, тогда уже разворачивайтесь. Но вот такое поведение видят хорошую видимость. Ясная погода на федеральной трассе стала разворачиваться. Но кадры были жуткие, показали. Фура подмяла его под себя и протащила там какое-то расстояние. Так, ну, место вы уже наверное догадались. Улица Борисовские пруды. Я немного просмотрел ролики. Значит, серия остановится, когда будем находиться на Люблинской улице. Опять движение в сторону Бракеевско-Маринского моста. Поступили сообщения. Чуть позже прочитаю и отвечу на вопросы. Ну, уже наверное ориентируйтесь. С левой стороны, по ходу движения за деревьями, Борисовский каскадный парк. Где в августе 2017 года должен пройти второй международный фестиваль фейерверков международный. В прошлом году я смотрел, красота просто непередаваемая. И Китай выступал, и Армения, и Азербайджан. Сейчас уже не помню все страны. По-моему, 7 или 8 стран было. Китай считается лидером в этих мероприятиях в огненных мероприятиях. Да, было эффектно, но другие страны выступили не хуже. Будет возможность, конечно, буду снимать на видео. Но аппаратура не может передать той полной гаммы красок, которые возникают в небе. Просто зрелище потрясающее. В прошлый фестиваль собрал полмиллиона человек. Я смотрел там, но на самом деле пройти было невозможно. Так, вот под этим мостом стрелка направо. Ну, дальше и в следующих сериях я не буду показывать уже этот участок. Что смотреть одно и то же, это не очень интересно. Мне оставили комментарий на первом аккаунте. О том, чтобы снять движение по ночной Москве. Это для... Ну, вот поворот на Люблинку. Так, включил музыку. Значит, прямо в центр, в обратную сторону Камкаду. Ну, в основном маршруты однообразные. То есть, вот юг Москвы, южный административный округ. Он будет более подробно, что ли, представлен. Но также будут, надеюсь, и видео по другим улицам города. Мы пересекаем мост через Москву реку. Перед вами Марьино. Спальный район. Улица Люблинка. Люблинская. Сразу за светофором метро. Марьино называется. Вблизи метро, как и в других районах Москвы. Всегда, вот эти торговые центры. Торгово-развлекательные центры. То есть, концентрация таких заведений. В торговом центре организован контактный зоопарк. Держат диких зоопарк. Держат диких зоопарк. Держат диких зоопарк. Вот торговый центр, как он называется, не могу прочитать, и сразу вход в метро. Вот вход в метро, с правой стороны синяя маршрутка и вход в метро. Так вот, я категорически против вот этих контактных зоопарков. Сейчас объясню, почему. Почему я категорически против таких контактных зоопарков? Потому что дикие животные, находясь в клетке, они и так в состоянии шока, в состоянии стресса. Плюс к этому у них совсем другой ритм. В основном хищники это охотники, у них ночной образ жизни. А здесь днем играет музыка, там шумят, ходят. Мало того, еще тревожат, там гладят по шерсти. В общем, животные находятся в стрессовом состоянии. И вот буквально вчера передали по телевизору опять. Дождь усиливается. Дождь усиливается. Так, передали по телевизору. Родители повели детей в торговый центр. Там контактный зоопарк. И девочка стала гладить. Не знаю что. В общем, львенок или рысь напали на девочку. Что-то там горло ей прокусили. Другие какие-то нанесли повреждения. И ребенок в тяжелом состоянии доставлен был в больницу. Кто в этом виноват? Я считаю, что категорически запретить использовать диких животных, как какие-то вещи, как рекламу, чтобы привлечь посетителей. Животные там, дикие животные, как какие-то куклы, как какие-то неодушевленные предметы. Я еще раз говорю, что я категорически против этих контактных зоопарков. Одно дело там иметь домашних животных. Кошки, собаки. Очень много брошено таких животных. Вот их, например, как-то приспособить к таким условиям. Там ослики, овечки, я не знаю, козочки. Вот те, которые уже привыкли к человеку. И не боятся его, и ведут дневной образ жизни. Ну, а наши вот эти вот ослепленные золотым тельцом предприниматели на что угодно готовы. И диких животных, и домашних. Ну, я высказал свою позицию. Так, двигаемся по Люблинской улице. Люблинка. Так, сейчас пока отвечу на сообщения, которые поступили на второй аккаунт Видеодорог России 2. Значит, Антон Минич пишет, не забывайте о настоящем времени. Первый наш канал. О как! Первый канал. Такое название. Первый канал. Самый крутой. Нет, я о нем не забываю. Видео. Я на нем вот буду размещать видео, пока нет дальних поездок. Видео, ну вот, как Москва из окна автомобиля. С комментариями. Вы написали по каким-то определенным заявкам. Да не вопрос. Пишите адреса, пароли, явки. Я рассмотрю эти варианты. И если на автомобиле, то на автомобиле. А в случае, если потребуется, то и не беда, не проблема. Пройти пешком по каким-то улицам. Заснять какие-то двери, например, ворота. Я знаю, что в памяти остаются какие-то такие жизненные точки, которые произошли в вашей жизни. Какие-то знаменательные события. И интересно на это место посмотреть. Не вопрос. Так что пишите. И я постараюсь эти видео сделать. Ирина Носкова пишет. Как приятно смотреть на вежливых водителей. И как отвратно смотреть на тех, кто упирается рогом. Не пускает. Подрезает. Учит. Как было с ворой в прошлой серии. Ну да, там есть такие моменты. И ничто так дешево не стоит. И ничто так высоко не ценится, как вежливость. Особенно на дорогах. Особенно на трассах. Тебе уступили дорогу. Там оказали какую-то мелкую услугу. Ну, обгони. Мигни там пару раз аварийкой. И человеку будет приятно. И сам себя будешь лучше чувствовать. Я, например, всегда. Неважно, пропустили меня там. Или какую-то услугу оказали. Может даже бывает так, что двигаешься по одной полосе. И нужно перестроиться на другую полосу. Но по ней двигаются автомобили. Перестроишься все равно. Мигнешь аварийкой. Типа, извини, дружище. Это тоже поднимает культуру и уважение. И вообще настроение человеку. И способствует безопасности. В общем, будьте вежливы на дорогах. Хамство оно только раздражает. И приносит пред и самому хаму. Ну и тем, кому он насолил, нагадил. Так, что еще он пишет здесь. Николай пишет. Доброе время суток, Александр. Я думаю, ночные покатушки по Москве. По хорошо освещенным улицам. Были бы очень полезны для начинающих автолюбителей. Почему ночные? Потому что трафик меньше. И думаю, как-то так. Ну да. Я чуть попозже, наверное, расскажу. Историю, как я обучал соседку ездить на автомобиле. Да. Да, ночью, конечно, движение попроще. Раньше, когда не было такого интенсивного движения, можно было и в субботу, и в воскресенье выезжать на трассы. Но сейчас очень много автомобилей. И суббота, и воскресенье на трассе пробки. Ну вот сейчас движение более-менее свободное. Люблинка упирается в Волгоградский проспект. И раньше был типа Т-образного перекрестка. Что-то вот такое. И в водители скапливалась огромная толпа автомобилей. Там на полтора на два километра растягивалась пробка. Потому что как раз на этом перекрестке Т-образном построили торговый центр. Вообще масла в голове нет. И вот три полосы Люблинки, они соединялись в одну полосу. Бутылочное горлышко. Там такое. Такие пробища были жуткие просто. Но сейчас этот торговый центр снесли, убрали. Сделали движение свободным. То есть Москва приобретает свой нормальный облик. Из Москва Абада превращается в цивилизованный город. Я не говорю европейский. К Европе у меня отдельное отношение. А вот цивилизованный город по крайней мере по дорогам, по развязкам. Напоминаю, двигаемся по Люблинке в сторону Волгоградского проспекта. В обратную сторону Люблинка выходит на МКАД. Насчет ночных покатушек. Была у меня соседка. Купила она автомобиль Volkswagen Jetta за 800 долларов. По моему автомобиль был лет 20. Пригласила меня посмотреть, оценить. Дать какие-то советы. Осматривая автомобиль я обратил внимание масла на осях колеса. То есть потеки смазки. Я показываю и говорю, вот у тебя проблема может быть с ходовой частью. Видишь масло, значит подшипники сухие. Масло выдавило оттуда. Тебе нужно ходовую часть заехать на ТО. Чтобы посмотрели колеса. А что может быть? Она говорит, что подшипник без масла нагреется. К чертовой матери колесо отвалится во время движения. Поднял капот. Посмотрел, увидел, что у нее тросик сцепления держится на двух ниточках. Я говорю, нужно заменить тросик. Ну там еще другие были замечания. Она обиделась. Ты мою машину хаяешь, ты мою машину ругаешь. Я говорю, да не ругаю, не хаю. Просто показываю проблемные места. Ну ладно. Я говорю, Дин, ты жене купил машину или кому? Если взял, то до ума доведи ее. Мои слова мимо ушей пролетели. Ну вот, попросила меня. Вот стоит мигалка. Попросила меня потренировать ее. В езде по Москве. Вот метро текстильщики. Метро текстильщики. С левой стороны, с правой стороны метро. Вот проезжаем наконец. Вот этот был навес. Это был торговый центр. Жутко, что было. Куда сейчас едем, я не знаю. Потому что сын двигается по навигатору в объезд пробок. Как называется эта улица, не знаю. Можете по карте посмотреть. Люблинка под Волгоградкой. Куда идет дальше, как называется. Ну так вот. В первый день мы с ней выехали на дорогу. Где-то час ночи. Два дня катались вот в таком режиме. С часу до трех по району она привыкала. На третий день тоже ночью выехали до метро Каширской. Развернулись назад. Ну я посмотрел, что более-менее уверенно. И реагирует на светофоры, на знаки. Решил на четвертый день отважный шаг. Сели где-то, наверное, часов 12 ночи опять. Ночные поездки были. Движения гораздо слабее. Менее интенсивное. Поехали. Но я боюсь ей сказать, что поедем в центр. Потому что у человека может наступить ступор. И категорическое нет, нет, нет. Потому что там движение в любое время суток очень интенсивное. Едем по Каширке. Я командую, давай принимаю право на Андроповский. А куда поедем? Я говорю, да, так вот сижу этим вальником прикинулся. Я говорю, да, так просто покатаемся. Двигаемся, значит. Уже подъезжаем к Таганской площади. Но я краем глаза наблюдаю за ней. Смотрю, человек в напряжении. И постоянно у меня спрашивает, где мы находимся, куда мы едем, где мы находимся. Ну а я таким голосом безразличным. Какая, говорю, тебе разница? Вот едем, я просто смотрю как ты, ну и так далее, и так далее. Вот. Но когда заехали на Таганскую площадь, она стала догадываться, что-то тут не так. Вот. Мы где находимся? А мы уже на Таганской площади. Там очень сложное движение. Вот. Сразу пять или шесть или семь даже улиц выходят на Таганку и движение очень сложное. Один из самых сложных развязок, одна из самых сложных развязок в Москве. Вот. Думаю, надо съезжать с Таганки. Ну я говорю, где повернуть. Съезжаем с Таганки. А ее уже начинает бить такой этот нервный озноб. Где мы находимся? А я продолжаю. Ну вот видишь, движение свободное. Вот проезжаем этот, как же назывался, Тариката, господи. Из головы вылетела приток Москва-реки. Ну ладно. Двигаемся. Говорю, вот слева Павелецкий вокзал. И тут до нее дошло. Мы на Садовом кольце. На Садовом кольце. Вот такой истеричный этот. Я говорю, ну ты видишь, я не говорю, что это Садовое кольцо. Говорю, видишь, движение свободное. Ты скажи, не на Садовом кольце? Ну а чем Садовое кольцо отличается от других? Вот пытаясь в такой спокойной тональности. Я говорю, да, я говорю, на Садовом кольце. Вот уже проезжаем эту Смоленскую площадь. Вот там Арбат все такое. И все. У нее ступор. Она ни слова не говорит. Вцепилась в руль. Вот у нее состояние шока. Но я пытаюсь... Видишь, говорит, движение... Таким вот глухоличным голосом. Движение свободное. Видишь, тебя пропускают, уступают. Она ни слова не говорит. Сделали круг. Опять на Таганку приехали. Выехали на Волгоградский проспект. На развязку. Вот. Она молчит. Состояние шока. Я ее спрашиваю. Ни слова. Лицо такое напряженное, бледное. Ну, в общем, приехали домой. Нормально. Две недели со мной не разговаривала. Две недели. Вот. Как ты посмел? Как ты мог? Ну, я знал, что если я скажу, что поедем через центр Москвы, то она откажется. Ну, две недели там нервничала. Что это такое? Где мы находимся? Волгоградка, что ли? Волгоградка. А куда сворачиваем, понятия не имею. Ну, смотрите на здание. Смотрите на архитектуру. Это Москва из окна автомобиля. Она сильно отличается от Москвы возле метро. Так вот. Две недели даже, может, больше не разговаривала со мной. Потом уже отошла немножко. И говорит. Да. Если бы ты сказал, что поедем в центр, я бы ни за что не поехала. Ну, а теперь это успокоилось. Теперь немножко все это как бы устаканилось. Молодец. Иначе, говорит. А иначе, говорит. Ну, сама уже поняла, что это вынужденная просто мера была. Надо обязательно человека хоть раз вытащить в центр. Чтобы он мог проехать по основным магистралям. По садовому кольцу. По бульварному кольцу. Это самые сложные участки. Потом, спустя какое-то время съездили с ней. О! Вейперы 511 сидит. Электронную сигарету курит. Видите дым какой пар. Так. Съездили с ней на работу. Один раз тоже ночью. Чтобы не было движения. Второй раз проехали днем. Ну, таким образом, человек более-менее стал свободно передвигаться по Москве. Сейчас она уже бывалый такой. Леди. Автоледи. Там или как. Воман леди. Вот очень уверенно. Спокойно ведет себя. Поменяла автомобиль на более свежий. И вот такой был момент с прокатушками по ночной Москве. Так, заканчивается вот эта часть. Ну, вот обычные улицы московские. Видите, автомобили кругом припаркованные. И гаишники там вертятся. Не знаю название улицы. Куда едем тоже не знаю. Ну, а так, конечно, я постараюсь снять в ночное время. Ну, конечно, сын, если он поедет, вот после полуночи куда-нибудь, естественно, нас заснимет в магистрали. Очень красиво на улицах предпраздничные дни, когда кругом иллюминация, когда кругом гирлянды. Очень красиво, очень красиво. Город расцвечен. Ну, вот если вы смотрели мое поздравление с Новым Годом. Я специально поехал, снял ночную Москву предпраздничную, по-моему, 31 или 30 декабря. Прошел от Пушкинской площади до Красной площади. Там повертелся немножко, снимал на камеру иллюминацию, все это, расцветку. Да, это очень красиво. Очень много людей, несмотря на то, что где-то полночь, час ночи, людей просто очень много. Но люди приезжают в Москву или проездом через Москву, не могут оставить себя без такого зрелища. Вот муниципальный транспорт отличается от коммерческого цветом. Это синий цвет, троллейбусы, трамваи, автобусы, маршрутки. Это муниципальный авто, это автотранспорт. Здесь можно и за деньги проехать, и по пенсионному удостоверению. Бесплатно. Чем я и пользуюсь частенько. Ну вот толкучка. Небольшое затруднение. Я уже, по-моему, говорил в первой серии, что номера с тремя семерками уже кончились. Вот сейчас 977 будет город Москва. Я еще не видел таких на улице автомобилей, но уже такое решение принято. Так, сообщений пока больше не было. Вроде бы на все сообщения ответил. И с первого аккаунта и со второго аккаунта. Но мне понравилось вот это. Не забывайте ваш первый аккаунт. Не, не забываю. Одно дело, когда сам сидишь за рулем и ориентируешься в пространстве на территории. И другое дело, когда вот смотришь видео, конечно, тут затруднения по сориентации. Да и не все улицы я знаю. Знаю так основные магистрали. А запоминают таксисты. Я имею ввиду профессиональные таксисты. Но таких уже не осталось. Они уже давно все на пенсии. Которые работали таксистами. Ну вот куда девушка впрешься. Видишь же красный стоит. Ну подожди. И вот тогда не было видео навигаторов. И все таксисты держали в голове. Ну а сейчас любой маломайский, умеющий крутить баранку, купив навигатор, установив Яндекс карты, свободно передвигается по городу. Но все таки специфика в Москве. Движение достаточно отличается. Я не хочу сказать, что там очень сильно. Но есть отличие вот это дерзость. Ну и она объяснима тем, что вот движение, видите, затрудненное и нервонапряжение. Этим объясняется дерзость. Но я обратил внимание еще на такую особенность. Когда приезжаешь в большие города, там Омск, Новосибирск, Иркутск. Ну через большие города обязательно найдется водитель, местный шумахер. Который увидев, что номера московские, нужно ему подъехать, надо подрезать как-то. Ну я уже в этом плане как бы натасканный. Уже сразу заметно, что сейчас начнет хулиганить. Поэтому скорость сбрасываешь. Было в Кемерово тоже ехал. Ну вот один местный там шумахер или кто. Он с третьего, с крайнего правого. А я ехал в три полосы. Я ехал в крайнем левом. Резко по диагонали перестраивается. И прямо передо мной. Но я уже принял решение менять полосу. Потому что левая полоса, там поворот был. А мне нужно было прямо. Я уже был на готовности. Ну не то, что на готовности. А я уже собирался... Через сплошную что ли? Так, а я уже собирался перестроиться на вторую полосу. Вот. И он перестроился по тормозам. А я уже на средней полосе, проезжая мимо, посмотрел в окно. Ну и сидит там додик ушастый. Такой мальчишка. Хулиганье. Так что у него показать свою лихость. И продемонстрировать передо мной свою крутизну. Но не получилось. Было сообщение. Я по-моему уже отвечал на него. Написал товарищ, что я еду медленно. Медленно. Я ответил, что из-за того, что еду медленно, я ускоряю видео в три раза, чтобы показать свое такое... Что показать свое мастерство, что ли? Я считаю, что тот умеет ездить. Это мое опять-таки личное мнение и убеждение. Умеет ездить тот, кто умеет ездить тихо. Быстро ездить мозгов не надо. Вот такая вот у меня оценка мастерства водителей. Сын едет по Яндекс.Навигатору. Очень удобное приложение. Лето в этом году, в 2017 года холодное. Но мне такая нравится. Жара. Я не переношу жару. Переношу, но я предпочитаю прохладную погоду. Мороз тоже не очень нравится. Поехали. По-моему, съемка проходила в выходные дни. Или в субботу, или в воскресенье. Потому что движение очень свободное. Или Яндекс.Навигатор вытаскивает. Но я Яндекс.Навигатору особо не доверяю. Потому что был случай, когда поехал по Яндекс.Навигатору. Попал в такую пробищу. Простоял... Нужно было проехать буквально метров 800, 900 меньше километра. А простоял полтора часа. Потому что Яндекс.Навигатор припаркованные автомобили игнорирует. Или показывает, что движение свободное. Там движение было метр едем, пять минут стоим. Естественно, эта система навигации стала воспринимать эту пробку как припаркованный автомобиль. Поэтому ввел в заблуждение. Если по Москве я еду, я не пользуюсь Яндекс.Навигатором. Но вот в данном случае Яндекс.Навигатор помог провести, куда он едет. Понятия не имею. Вот нету, говорю, этих координат. Не отражаются. Вот Окинори показал бы и название улицы, и координаты местонахождения, и скорость. Но здесь картинка хорошая. То есть вот по капоту можете смотреть, какая вибрация, какая дрожь автомобиля. А картинка практически неподвижная. Это очень хорошая функция. Сейчас я не помню. Мне написали присмотреться к видеорегистратору. Каткам. Я посмотрел этот навигатор. Его характеристики. И скажу откровенно, впечатлен. Впечатлен тем, что там можно поставить две карты памяти по 128 гигабайт. Но очень много настроек всевозможных по разным желаниям. То есть теперь буду озабочен тем, приобрести, накопить денег, купить вот такой видеорегистратор. Стоит он. Вот посмотрел сейчас 18 тысяч. Для меня это очень дорого. Но прибор, скажу, того стоит. И картинка хорошо пишется. И много приспособлений удобных для водителя. В частности, есть поляризационные стекла, которые удаляют. Свет имеет две плоскости поляризации. Вертикальную и горизонтальную. Так вот, поляризационный фильтр одну составляющую убирает. То есть, такого блика, такой ослепленности от него нет. И много других функций. Там нужно под каждую функцию подстраиваться. Но, говорят, цена, конечно... Это тоже не дешевый SGCAM6 LEGEND. Обошелся мне в общей сложности почти в 12 тысяч. Здорово меня подкосил материально. Но сейчас вот... Ну, не нормально я, что скажешь. За эти железяки и жрать не буду, а железяку куплю. Вот это у меня слабость, к сожалению. Не могу пропустить новые гаджеты. Обязательно нужно проверить. Обязательно нужно как-то... Может даже и купить. Но цены, 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 конечно... Кстати, каткам он отечественного производства. Выпускают в Москве. Изготавливают... Ну, буду собирать денежки на новый видеорегистратор. Он, во-первых, будет типа дублёр или для Окинори. Потому что Окинори уже старенький и... Так, где мы находимся? Что такое? Третья транспортная, что ли? Нет, не Третья транспортная. Вот Ребус. Это нужно задача задавать по телевизору. Набережная Яуза, что ли? А, вспомнил, когда вот соседку возил. Я говорю, вот проезжаем Яузу. Вот Побелецкий вокзал. Да, это Яуза. Набережная Яуза. Никуда он повернул. И вот такой провести конкурс или как... Отгадай, где находимся. Ну, тут такая особенность есть. Кто где проживает, тот регион лучше всех знает. Потому что... Ездит по одному и тому же маршруту. На работу с работы. Ну, там выходные дни на даче. И всё. Я вот не помню, сколько лет уже не был в Восточном административном округе. В Западном, Северо-Западном. Уже не помню. Куда приехал. Куда приехал. Ох, какая-то халява что ли. Не знаю. Сейчас предупреждаю всех, кто поедет в Москву на автомобиле. Имейте ввиду, внутри третьего транспортного кольца все стоянки платные. Ни одной бесплатной стоянки не найдёте. Будьте очень осторожны. Имейте ввиду, что постоянно курсирует автомобиль с видеокамерой. Считывает номера. И если автомобиль стоит там, например, больше 15-20 минут. Тут же это заносится в базу. И водителю выставляется штраф за неправильную парковку. А штрафы там громадные. Так что внутри Москвы все стоянки платные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Требена. Продолжение следует...